Федерация женской команды по футболу Федерация женская команда футбольная есть, ее надо максимально освещать, максимально своих болельщиков освещать, что происходит, какие результаты достигает команда. Команде Мариупольченко три года. Собирали ее в буквальном смысле по частям, звоня знакомым девчонкам и приглашая на тренировки. Теперь здесь 18 игроков. Однако в отличие от мужского футбола в женском большая проблема с финансированием. Сейчас Мариупольченко выступает в женской первой лиге чемпионата Украины. Однако из-за отсутствия спонсора все расходы возмещают за свои средства. В ее части финальной каждый год, что вот чего-то чуть-чуть не хватает. Но я убежден, что не хватает в первую очередь финансирования для, я бы сказал, самобытной команды. Несмотря на то, что команда держится на чистом энтузиазме, она демонстрирует определенные успехи. Например, в кубке чемпионата Украины футболистки дошли до стадии 1-4. Тем более, что я видел прекрасную игру с Луганочкой Спартак, когда вы победили 8-1. Это была замечательная игра. Да, прекрасная игра была и на кубок Украины с командой Ятрань-Берестевец. Девушки совмещают обычную жизнь с любимым спортом, имея разные профессии. Работник завода, продавец, учитель. Кроме игр в чемпионате, у них по 4 тренировки в неделю. А то, что футбол – контактный вид спорта, слабый пол – это не смущает. Это стереотип, что женщина играет в футбол, и значит, она должна быть мужикоподобной или стоять только жарить котлеты. Нет. И синяки постоянно, ноги в синяках, поцарапанные, побитые. Ну, мама всегда ругается. Но меня это никогда не останавливалось. Мне все равно. Я такая очень импульсивная. Когда я на футболе спускаю вот эти все свои эмоции, мне как бы легче становится. Ну, и мне всегда нравился спорт. Мне с детства я любила бегать, прыгать, там такое. Я вам хочу сказать, что женский футбол намного жестче, чем мужской. Потому что девочки – это такие существа, когда их на поле чем-то задеть, не знаю, там самолюбие или что-то еще, или как-то там кто-то кого-то подтолкнул, заводится все внутри, и ты потом хочешь как бы девочке доказать, что так делать не надо. Свои домашние игры мариупольчанка проводит на стадионе «Западный». Приглашает всех мариупольцев поддержать их своим присутствием. Если решаться проблемы с финансированием, мечта девчонок – попасть в высшую лигу чемпионата Украины.